Единая база личных данных населения, законопроект о создании, который уже поступил в Госдуму, согласно замыслу разработчиков, должна помочь выйти на новый уровень расчета и начисления налогов и сократить случаи мошенничества и уклонения от их уплаты. По сути, любое изменение места работы, дохода, семейного положения, болезни и травмы будут отражаться в новой системе. В ней укажут полные имена, даты и места рождения и смерти, пол, СНИЛС и ННД, данные документов об образовании, сведения о воинской обязанности, медицинском и социальном страховании, семейном положении и родственных связях жителей страны. Основным оператором станет Федеральная налоговая служба. Информация в общую базу будет поступать из профильных ведомств и постоянно обновляться. Мы, по сути дела, переходим к так называемому цифровому обществу. И здесь создание данной системы подразумевает несколько задач. Прежде всего, это повышение эффективности управления государством. Но в то же время, это и задачи, связанные с повышением контролируемости государством над обществом. В частности, контроль за платежной дисциплиной. То есть, насколько у нас граждане на сегодняшний момент правильно исполняют свои обязанности в уплате налогов. Возможности исключения различного рода злоупотребления, фальсификации в части подтверждения образования, наличия кандидатских степеней высшего образования, опыт работы и так далее и тому подобное. То есть, в совокупности, это должно законопослушным гражданам существенно упростить жизнь. Доступ к системе получат федеральные и местные органы власти, муниципалитеты, внебюджетные фонды, территориальные фонды ОМС и избирательные комиссии. Теоретически для граждан появятся огромные плюсы. Оформление новых водительских прав, получение паспортов, субсидий, пенсионных выплат, пособий, больничных листов и так далее должно будет проводиться почти мгновенно. Полная база о человеке, то есть она подразумевает, что к этой информации может быть осуществлен доступ, так сказать, не сомпционированный. Скорее кого-то будет, возможно, не радовать позиции большого глаза, то, что государство знает и хранит в одном едином месте все. Хотя мы сейчас предупреждаем, что эта информация тоже хранится, просто она хранится в разных источниках, и государству очень трудно иногда соединить ее в одну справку. Стоимость создания единой базы данных может исчисляться миллиардами рублей. Проблема в том, что сейчас электронные картотеки разных ведомств зачастую между собой несовместимы. При этом стопроцентной защиты от утечки информации, что сейчас, что в будущем, гарантировать нельзя. Наверное, стопроцентную защиту, то есть ни одно средство информационной безопасности не может. То есть мы видим сливы иногда у банков, у операторов связи, да и у крупных, так сказать, высокотехнологичных компаний, таких как Facebook, Google и так далее. Ведь принципы информационной защиты, они идут от прецедентов. То есть неизвестно, как и чем воспользуется злоумышленник в данном случае. В случае принятия Госдумы этого законопроекта и подписания документа президентом, реализация его начнется не раньше 2022 года. А вплоть до 2025 года будет действовать переходный период. За это время специалисты должны разработать все подзаконы нормативной акты и обеспечить техническую возможность реализации проекта. Продолжение следует...